С вами закончили, с вас и начнем. Запоминающимся выдалось противостояние с Будивельником в сезоне минувшем. Не просто было и в новом. Уже в первой четверти началась упорная борьба. У хозяев наиболее активны были Джастин Лав и Станислав Балашов, которые подошли к сезону в отличной форме. Строители прибавили во второй четверти. Показал класс новичок из Дейлиги Лео Лайенс. Правда, главной проблемой одесситов были не соперники, а отсутствие взаимопонимания с молодым разыгрывающим. Минимум трижды его передачи стали откровением для партнеров. У нас в любом случае будут определенные проблемы, потому что там совершенно другой баскетбол. Ему, естественно, нужно время для того, чтобы притереться к игрокам, для того, чтобы притереться к тому баскетболу, который мы проповедуем. Видите, как показывает, допустим, и сегодняшняя игра, того времени, которое находится здесь, пока еще недостаточно. Вторая половина началась с камбэка одесситов, которые сначала сократили отставание, а затем и вышли вперед. Команда одессы показала, что они хозяины паркета. Моментами контролировали ход встречи и сравняли счет, и потом уже началась нервная игра. И в концовке, благодаря, может быть, таким, чуть-чуть таким удачным заменам. Начались качели, хотя чуть увереннее чувствовали себя гости. Привел их в чувство трехочковый бросок Ростислава Кривича, который вернул интригу. Увы, устоять не получилось. Минус три и последняя атака в исполнении одесситов. В последнем томае было взаимодействие, в котором многие игроки могли получить мяч на трехочковой линии. И этот игрок должен был сразу выполнить бросок, потому что по логике Будивельник должен был фалить при плюс три для них. Мы все сделали так, как планировалось. Джастин получил практически свободный после хороших заслунов в углу, но это спорт. Джастин Лав промахнулся, а подбор остался за гостями, которые оформили победу с пятиочковым преимуществом. В любом случае, я очень счастлив, честно скажу, что могу отсюда уехать победой. Будивельник отправился в Южный, а акулы поджидали новых соперников. Одесса с Киевом всегда борется до конца. Вслед за Будивельником в гости к акулам приехали волки. Приехали и кусаться начали с самого старта. Под одесским кольцом доминировал Джаред Джонс, сдержать которого не удавалось ни Балашову, ни Ханту. Неудачно начал игру Джастин Лав, нахватавшийся фолов. Его место занял Ростислав Кривич и сразу отправил две трешки в кольцо соперников. По итогам 20 минут матча акулы с огромным трудом вышли вперед на расстояние в один дальний бросок. Пока еще очень много ошибок, очень много недоработок. Но, как говорится, лучше выиграть при плохой игре, чем проиграть при хорошей. В третьей четверти, наконец, воскрес Джастин Лав и начал стабильно набирать очки. Сложность состояла в том, что и Киев был весьма продуктивен. Перестрелка не прекращалась ни на минуту. А вот финальный отрезок начался с неприятного для киевлян события. Их центровой в столкновении с соперником получил повреждение и покинул игру. Последние семь минут мы играли без нашего лучшего подбирающего. Это было очень сложно. Этим в полной мере воспользовался Андрей Агафонов. За минуту до конца встречи одесситы вышли вперед на семь очков. Киеву не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к тактике фолов. Успехом она не увенчалась, и одесситы отпраздновали первую победу в сезоне. Легкой жизни акулам не обещает и следующий поединок, в котором они сойдутся с бронзовым призером прошлого сезона – запорожским «Ферро».